С Верой в спорт Здравствуйте, Елена Всем добрый день И воспитанницы Спортивно-танцевальной студии Это Ульяна Медведчикова Ульяна, привет И Женя Кубатина Здравствуйте Девчонки недавно получили второй разряд Почередингу, как давно? Не так уж давно И не так недавно Осенью Где-то полгода назад Второй разряд Почередингу То есть был еще когда-то предыдущий разряд? Нет, они сразу Второй Там другие девочки Они только третий сумели сделать А этот Они выступали много В разных направлениях И они смогли сразу второй получить Про свои достижения девчонки еще успеют рассказать Сначала давайте все-таки поймем И слушателям объясним Что же такое спортивные танцы Как эти два, на мой взгляд Вроде как противоположных понятий Можно связать воедино Давайте сначала девочек Выслушаем тогда А потом уже Елена расскажет официальную версию Ульяна, давайте тебя начнем Что же такое спортивные танцы? Ну Где Прыгают акробатику Танцуют Улыбаются Это задор Кричалки То есть все бодро происходит Да, как вот Наверное У видов спорта Да Вот есть цель Мы к ней идем Да Жень, ты как думаешь? Ну Я думаю, что Ну Да, конечно Там есть задор Там Есть акробатика Там Какие-то Есть Ну Гимнастика Там тоже присутствует Гибкость Шпагаты Что танцы То есть мы Сейчас понимаем Что для девчонок Для воспитанниц В частности Фоггидэнс Спортивные танцы Это в первую очередь Задор Да Это в первую очередь Какая-то энергетика Просто невероятная Акробатика То есть все вот эти Вот интересные элементы Которые вот Вас, да Ульяна И Женя В первую очередь Привлекают Ильяна, что на самом деле? Ну Как бы Я очень долго шла К этому Данному виду спорта Я его очень долго искала Потому что Я очень любила танцевать По жизни Всегда танцевала Ну и я всегда Занималась спортом И фигурным катанием И спортивной акробатикой Ну это Не совсем танцы А танец Не совсем спорт И вот Все время хотелось Вот и то Объединить Да И поэтому Когда я основала студию Ну в начале В современную хореографию Ушли Попытались Там Там нас На всех конкурсах Заявляли А что делают Спортсмены На наших Танцевальных конкурсах Я пыталась объяснить Что у нас нет спортсменов И это девочки Выращены с нуля Чисто вот как Хореография Танцы Потом мы постепенно Ушли в акробатический танец Есть такая номинация Как бы вроде Ближе к спорту Но вроде как бы И не спорт А танец И вот уже потом Постепенно я нашла Вот этот Чирлидинг Это новый вид спорта Для нашей страны За рубежом Он давно уже развит Это где И спорт И хореография И танец И позитив И вот Ульяна сказала Кричалки Потому что Кричалки там тоже оцениваются Надо уметь Местное народное творчество Еще получается Да Подключается Ну да Мы кричалку Уже вместе Придумывали Сами придумываете Да Конечно Мы садимся Все вместе Мы придумываем Креативим Девчонки Сами придумывают Задорная кричалка Она оценивается И 100 баллов 10 баллов Стоит Эта кричалка Одна десятая Успеха Считаете А можете вспомнить Какие-нибудь кричалки Какие вам больше нравятся Нашу кричалку Да Ульяна Синий Сила Белый свет Красное знамя Фуги-дэнс Это мы Это мы Фуги-дэнс Фуги-дэнс Фуги-супер Фуги-класс Победим Сегодня вас Класс Это у вас такая Получается Объединяющая Школьная Продолжение есть Помнишь предложение Это Ульяна говорит Ульяна Это Ульяна Говори сначала Все люди как люди А мы Фуги-дэнс Класс Класс Начали вы рассказывать Про ваши поиски Как вы пришли к этому К спорту А с чего вы начинали Лично вы Ну мы начали В акробатическом танце Там у нас были Хорошие успехи Мы стали Серебряными призерами Первенства России Потом бронзовые призеры Чемпионата Европы В акробатическом танце В Санкт-Петербург ездили Там я увидела Чирлидинг После нас были Как раз соревнования В данном спортивном комплексе По чирлидингу Начала везде Это все искать Съездила Обучилась Четыре раза Ездила на учебу В течение года И мы так Тихо Мирно Я всех родителей Собрала И сказала Вот так и так Уходим в спорт Так А как родители Треагировали на это? Ну вот спросите детей Я думаю Что они Девочки Ну мои родители Согласились Мне тоже То есть было интересно Попробовать Увидели перспективы Какие-то Да Перспективы Тоже очень интересный вопрос А вот расскажите Вам-то самим Хотелось заниматься Чирлидингом? А почему? Почему на чирлидингом? Ну потому что Это как-то новое Что-то неизвестное Какое-то загадочное Что там будет Что-то Ну потому что На Европе Нас штрафанули За поддержки За какую-то Излишнюю сложность Ну конкретно Штрафанули Очень сильно нам Положили штраф Там женщина-англичанка Судья она так Разводила руками И ругалась на нас Что это нельзя Это нельзя Это дети Вот это нельзя Делать это нельзя То есть технически Был какой-то Такой сомнительный момент Там очень рамки Такие узкие А мы можем Почему нельзя А в чирлидинге Можно Чирлидинге можно То есть больше возможностей Больше перспектив Да Там как-то более интересно Чем в этом В акробатическом танце Мне кажется Более интересно Да Потому что там И кричать можно И что-то эмоции Показывать Как-то Да Ну насколько я понимаю Ильин У вас и по другим направлениям Тоже работа ведется Давайте сейчас на время Чирлидинг пока оставим Потом к ним обязательно Еще вернемся Давайте пока проговорим Какие еще есть направления В спортивном танце Ну в спортивном танце Есть много направлений Это сейчас считается Спортивный танец Это И ориенталь Тоже сейчас Спортивный танец Ориенталь Это что такое? Это восточный танец Да Акробатический танец Ну это как бы Полуспортивный Ну подождите Насколько я понимаю У спорта Должны быть Которые достижения Чир-спорт Он состоит Из нескольких направлений Это чир-хип-хоп Так Это как хип-хоп Только чир Просто можно Больше всего Больше акробатики Больше поддержек Но при этом Ты за свои полторы минуты Или за две тридцать В зависимости В какой номинации Ты участвуешь Ты должен показать Еще пять направлений Данного За полторы минуты? Да Пять направлений? Танцевальных Это же очень много Ну если ты не покажешь Ты не наберешь Нужное количество баллов Также есть чир-джаз То же самое Как интересно Ну как бы Все то же самое Но вот не встречала Все-таки Не знаю Чем-то как у вас Вот у меня От чир-лидинга Представление о чир-лидинге Как вот из фильмов Американских Это чисто сам чир-лидинг Такой классический Традиционный Да Вот это классический Традиционный чир-лидинг С кричалками С пирамидами С прямой хореографией Там она прямая такая Вся идет С помпонами С вот этим Да Помпоны только на кричалке У вас есть такие? Да Класс Помпоны есть Чир-фристайл Чир-пом-фристайл Это еще одно направление Оно более балетное Оно более близко К художественной гимнастике Там фуэтэк учат Там как бы вот Там нет пирамид Там есть фуэтэшки Есть красивая Акробатика легкая Которая гимнастическая С маховыми Там с переворотиками Вот такое И поддержки тоже такие же Ближе как бы так Скажем К фигурному катанию Наверное Спортивные танцы на льду Которые проходящие Леп-ТВ Такие А чир-джаз Расскажите А чир-джаз Это Близко К художественной гимнастике Только без помпонов Без помпонов Там чир-руки Должны быть Чир-руки? Да Это обычные руки? Это барби Это джаз Для тех, кто не видит Поясню, что Елена Сейчас показывает ладонь С сложными С растопыренными пальцами Да А в чир-пом-фристайле И в чир-де Там тоже чир-руки Они оцениваются Там вот идет Кулак Положение кулака Большой и маленький Большой и малый круг Как бы там Это все оценивается Ты там ручки развела А кулак не довела Это все штрафное То есть такая техника Должна быть отработана И просто на 100% Да И эти все направления Сколько я понимаю У вас есть То есть вы этим занимаетесь Чир-джаз Мы попытались Год назад Или два Полтора года назад Мы попытались Чир-джаз делать Вот как раз с этими детьми Но там стоял вопрос о том Что возможно его В олимпийскую систему Не включат И мы как-то немножко Так думаем На все не будем И мы взяли чисто Чир-спорт Чир-пом-фристайл И чир-хип-хоп Как бы вот у нас Три направления Но сейчас Чир-джаз уже все Его тоже забирают В олимпийскую систему Да Поэтому мы как бы Решили Что наверное Со следующего года Мы будем реанимировать Чир-джаз Это интересное направление Вам же нравилось? Да Очень нравилось Там просто Ну как бы Стиль немножко другой Там ломанный стиль Стиль волн Не прямолинейный Как В чир-пом-фристайле И в чирлидинге Ну это интересно Когда дети могут делать И то и другое Да Конечно Универсальность А поясните пожалуйста В чем интерес того Чтобы направление Было включено В олимпийскую программу В чем выгода Практически Какой-то интерес Ну интерес И выгода Я не знаю в чем Это решает руководство Которое как бы Там вот где-то наверху Вообще чир-лидинг В олимпийскую систему Продавливают американцы Они умеют это делать Это их ведь Нет Вам это зачем? Нам зачем? Да Ну как Плох тот солдат Который не мечтает Стать генералом Так Плох тот спортсмен Который не хочет Стать олимпийским То есть Есть вероятное Что девчонки Конечно Вот Ульяна с Женей Либо следующие Следующие наборы Поедут на олимпийские игры Конечно Будут представлять Россию на олимпийских играх Конечно Это очень Очень значимо Вы понимаете Какая ответственность На вас сейчас? Да С полной веры Сказали да Все в России Светлое будущее Вспорте Определенно Девчонки Вам какое направление Нравится? Вот Елена здесь Перечислила Очень много всего Мне нравится Ульяна давай Ульяна давай Мне больше нравится Чирспорт Чирспорт Почему? Там станты Пирамиды Кричалки Задор Жене тебе? Мне тоже Чирспорт Он мне как-то Больше к душе Приходит Потому что я Акробатических элементов Пирамиды Изокрематических Но это же получается Так Весь чирлидинг Это групповое направление Насколько я понимаю Да? Нет Он не весь групповой Там В этом чирлидинге Тоже есть свои направления Это групповой чирлидинг Смешанный чирлидинг Кстати Олимпийский Если Как бы Олимпийский вид Когда возьмут То будет Только смешанный Это мальчики Девочки Мужчины Женщины Это был мой следующий вопрос Ну я не немножко обогнала Да, да, все правильно А у нас как бы С мальчишками плохо У нас всего один мужчина Да? Но мы его уже приобрели До этого у нас его не было Есть еще один Он когда ходит Когда не ходит Ну он Это неопределившийся мужчина Да Пока еще неопределившийся Ну давайте затягивайте его к себе Все-таки командный вид Поэтому мужчины Мальчики Нам очень нужны Да Мои с ним говорить Тогда давайте поясним Почему мальчикам должно быть интересно Это Ну мальчикам должно быть интересно Но нет ничего прекрасней Когда мужчина носит женщину на руках О, да Ну это для женщины прекрасно А для мужчины? Не знаю Ну как Природная Природа должна звать Мужчина всегда как бы Был защитником сильным И носил женщину на руках Сейчас мы спросим У нашего звукорежиссера Максима Максим Это прекрасно Когда мужчина носит женщину на руках Именно с мужской точки зрения Максим закатил глаза Задумался Смотря в какой ситуации Смотря в какую ситуацию Смотря в какую женщину Тут же ведь еще как Не 24 часа в сутки А на 2 минуты 30 И отобранная женщина В прекрасной физической форме С прекрасными данными Я по-моему сейчас о девчонках говорю Которые сейчас передо мной сидят Но уверена, что там все такие Надеюсь, пример прекрасный этому есть Так что если кто-то нас слышит Кто-то хочет, чтобы Сынишки, либо сами ребята Хотят поучаствовать в таком На самом деле очень красивом виде спорта Заниматься им профессионально И Черезин, насколько я понимаю Он же призван поддержать Зрительскую активность Во время спортивных мероприятий Поддержать родную команду У нас сейчас спорт развивается очень активно Примеры этого мы видим чуть ли не каждый день Да и возможно Родные команды, свои команды Поддержать таким вот образом И самим тоже получать спортивные звания Да, за счет этого, Елена Да, хорошо тем, что Во-первых, ты получаешь спортивные разряды Во-вторых, у тебя есть цель К чему стремиться У человека всегда должна быть цель Тогда он лучше двигается Лучше живет, активнее, позитивнее В-третьих, он занимается любимым делом Ну и в-четвертих В принципе, это групповой вид спорта Когда целая команда много Когда один за всех, все за одного Это тоже классно Потому что сейчас очень часто дети не умеют дружить даже И общаться Не то что дружить, общаться между собой Они сидят там в интернете, общаются А живого общения нет А здесь команда 24 человека Это команда И все друг друга знают Это друзья уже Все друг за друга Семья Да, конечно Да, и один еще из важных факторов Который, мне кажется Это то, с чего мы начали разговор О том, что спортивные танцы Это объединение Для тех, кто не может понять На самом деле, чего ему конкретно хочется Не может остановить свой выбор На чем-то конкретном Да, вот И хочется и то И это И здесь И там Спортивные танцы Идеальный вариант Там все Там и хореография Кстати, почему девчонки И не назвали Черпом фристайл Да Потому что Там очень много хореографий Балетной хореографии Ага, понятно А эту славу не любит никто Особенно Нет Скучно, да, этим заниматься? Очень Но она очень необходима, да? Конечно, необходима Вы давайте Мы уже начали об этом говорить Продолжим, разовьем тему Что вам дают спортивные танцы? В частности, физическая подготовка Насколько это серьезная работа над собой Над своим телом Это наверняка ощущение каждой мышцы После тренировки Да, девчонки? Ага Расскажите, как вот Давно ли вы вообще занимаетесь? Кстати говоря, не задала вам этот вопрос С самого начала Веной Ульяна, давно ты занимаешься? Я занимаюсь Уже два года чирлидингом Что для тебя тренировки? Что они тебе физически дали? Ты почувствовала, может быть, что у тебя мышцы лучше стали развиваться Ты почувствовала себя сильнее Пластичнее, может быть? Сильнее Сильнее Да А пластика добавилась? Да Да Женя, у тебя Я занимаюсь чирлидингом два года А с Еленой с Анной, ну где-то три года, может быть Четыре Четыре, может, да, уже То есть до этого вы чем-то еще Ты малюк была, когда ко мне пришла А сколько тебе было лет, когда ты пришла? Ну, может быть, я не знаю У нас сначала был другой тренер А потом Елена с Анной пришла Я не знаю, я не помню А, Глент, а сколько было Жене лет? Она еще в школу не ходила Я еще В садик ходила В подготовительский в садик, может, ходила То есть лет пять-шесть, да? Ну, где-то примерно Да Ну, для Женьки, могу сказать Она, может, стесняется это сказать Женька превратилась просто в красотку У нее такая фигура стала Она была таким бегемотиком Серьезно? Да, такая вся корявочка и бегемотичка Зато сейчас А сейчас она просто красота Лебедь Лебедь, да А ножки-то какие у меня Эх, не показать То ли еще будет, да, скажи Я вам еще тут всем задам Покажу, где тут модели С точки зрения физики понятно С точки зрения качеств Помимо вот этой вот общительности Открытости Способности дружить Поддерживать Что еще, ребята? Самое главное в спорте Ну, я считаю Этот человек учится добиваться цели Идти к ней Вы же знаете, что когда мы живем Нам не всегда дорожка выслана Ковриком Конечно Очень много препятствий И зачастую человек Который не способный Не способный Не в том смысле преодолеть А не наученный Как преодолевать сложности Он ломается А мог бы Как бы Мог бы идти Идти, идти, идти Идти, достигать Вперед и выше Вот они Я в этом уверена Мои дети Никогда не сломаются Они умеют преодолевать Преодолевать свои страхи Свои слезки где-то Идти к цели Свою лень, наверное Да, тоже, девчонки? И это тоже Иногда Насколько я понимаю Вот такие командные виды спорта Они еще и там учат Что здесь Не только на На каком-то конкретном человеке Ответственность Ответственность на всей группе Да, и там Ульяна, к примеру Может свою часть исполнить Потрясающе, идеально Да, кто-нибудь там Кому-нибудь что-то пойдет не так И в итоге Ну, скажем так Пострадает-то вся команда Оценивается по Слабейшему спортсмену Не по лучшему Лучший может сделать Все, что угодно Но оценка пойдет по слабейшему По слабейшему То есть задача коллектива В этом случае Не только самостоятельно Разливаться каждому Они помогают Поддерживать и помогать Своим друзьям Это, по-моему, очень здорово Это как раз вот Эта гуманность Да, вот эта возможность Желание поставить Плечо другу Да, где-то защитить Где-то, может быть, прикрыть На своей, со широкой спиной Своего партнера Своего друга Да, по братим Это очень-очень важно Ну и, конечно, в станках Ты сам падаешь Но ты верхнего должен Выловить в любом случае О себе не думаешь Думаешь о верхнем Потому что сверху Пасть больнее, чем снизу О, кстати, очень высокая Важная мудрость Прямо философская Очень Если даже какой-то Например, там, сальто Делаешь очень сильно больно Если ты упал Очень будет больно Возможно, сальто Сальто не сальто Но было Вчера вроде было Да, вчера было Вчера Секреты тренировок Да, продолжаем Вчера упала, да? Да, Ксюша Обидно А Ксюшка упала? Да Обидно было ей? Очень Вы ее поддерживали? Да А как вы ее поддерживали? Мы ее обнимали Здорово Самое лучшее, наверное Поддержка Это объятие Подруг Важный вопрос Который мне хочется затронуть Это тренерский состав Да, Елена Ну, про вас понятно Что вы старший тренер Вы хореограф На вас, по сути Вся ответственность за девчонок Какие квалификации Необходимо иметь? Какие знания? Опыт? Вы ведь там Не одна, наверное, преподаете Самый тяжелый вопрос Так Есть очень хорошие люди Потрясающие люди Кто со мной работают Немножко не хватает знаний Немножко не хватает финансов Чтобы отправить их на обучение Приходится Самой им что-то передать Но, конечно, лучше обучение Ездить, обучаться Обучаться, обучаться Вот мы сейчас едем На первенство России В феврале В конце февраля В Москву И там 24 февраля В конце уже В последний день соревнований Приезжает из Австралии Хореограф потрясающий Ребекка Дэвис У нее просто Самые лучшие девчонки Которые крутят фуэтэ так Что, ну, никто так не крутит Что они делают Она выработала свою методику Как обучать Это, естественно, мы вот Ульяне я рекомендую Обязательно посетить данный семинар Ну, я, естественно, тоже буду посещать Ну, там, юниоров отправлю Ну, как бы обучаться надо всегда Да, конечно Везде, всюду Заказываем вебинары Которые возможно оплатить Смотрим в студии Там по растяжке По психологии Спортивной психологии Там вебинар для родителей заказали Тут родители сидели Вчера, кстати, это было Позавчера А, позавчера это было Заказываем, чтобы слушали Потому что легче же научиться На чужих ошибках Чем свои совершать Ну, как бы учиться всегда Сколько живешь, столько учишься Это нормально Да, это нормально, естественно И это очень-очень даже, наверное, хорошо Для будущих достижений Когда лучше начинать? Да, вот мы проговорили, что девчонки Уже по два года занимаются В каком возрасте? Начинать можно в любом возрасте Потому что приходят, как бы, юниоры приходят Там, это же Соня Гучина у нас пришла, да? Луиза недавно пришла С нуля пришли девчонки, юниоры Высокие То есть они до этого не занимались Ни одним видом спорта никогда? Нет Но учили Работали Юниоры это сколько лет? Юниоры это от 11 до 15 Он как бы Но тяжело Ну, реально тяжело Девчонкам тяжело Пришлось так им впахивать Вот это все Легче Как говорит Виннер В три года привели уже поздно В три года уже поздно? Да Как великий Виннер Понятно Маленьких легче Растянуть Разогнуть Под себя Маленькие сами ждем, все прекрасно Главное, ты вспомнишь Да, конечно Поэтому Ну, понятно Чем раньше, тем лучше Но Как говорится Я просто по себе знаю Как бы в акробатику же тоже, например Берут с детства С маленького возраста А я, например, занималась фигурным катанием Спортивными танцами на льду В то время у нас не было крытого катка Я как бы хорошо занималась У меня были отличные тренера Которые потом в Одессу уехали Рублевые А у меня воспаление легких И после этого Ну, нельзя Запретили мне заниматься И тренера уехали И не стало у нас больше На то время Спортивных танцев на льду Я ушла в акробатику Мне было 11 лет В принципе, для акробатики Это все уже старость Нормально Я добилась То, что хотела Главное иметь Эту пертость Мне это понравилось Спортивная позитивная пертость Поэтому Вот есть желание С любого возраста приходить Особенно мальчишек А мальчишки-то да Они вообще прыгают легко Мальчишки же Они же от природы прыгучие Чем девчонки Поэтому их научить Там и сальто И бланши И фляки Намного проще И легче Чем девчонок Девчонки А вы Насколько тесно Связываете свою жизнь Наверное Прямо так Жизнь в глобальном формате Пока сложно вам Говорить и решать Но ближайшее будущее С чирлидингом И со спортивными танцами Ульян Давай начнем с тебя Какие результаты Для себя Цели для себя Ты ставишь Каких результатов Ты хочешь добиться В чирлидинге Хочу поехать на Олимпиаду На Олимпиаду Да Уже год конкретно Не наметила Когда ты поедешь Нет Не наметила Насколько я понимаю На Олимпиаду Нужно будет ехать Прямо коллективом Да Да Там Как бы получается Вот на первенство Например В России едет Только одна команда Со всего региона Угу Но вы туда уже едете Ну мы едем Заслужили право Там То есть с региона Имеется в виду Кировской области Вы едете одни Да Хотя Белое Холомице Очень сильная команда Ну как бы Например С перформансом Мы едем Это точно уже А в чеклидинге Ну посмотрим Кировская область У нас 3 февраля Кто победит Тот и поедет 3 февраля Соревнования Будут здесь В Кирове Как-то уже Можно будет Их посмотреть Да Конечно Во дворце единоборств Это будет Происходить 3 февраля Кировская область Да Нас еще просят Постоянно говорить Возрастные ограничения Какое там Возрастные ограничения Возрастных ограничений Нету Ноль плюс Да Ноль плюс Получается Да Хорошо Нет Ноль плюс Там Бремя чир Это как бы Ради бога Сколько угодно А так Сам чеклидинг Идет с 7 лет И до бесконечности В американских командах Выступают 70-летние Тогда будем говорить 6 плюс 6 плюс Да Соревнования Будут проходить 3 февраля Да Всем можно прийти Посмотреть Что такое чеклидинг А там какие направления будут Там будет чирлидинг Чир перформанс Чир хип-хоп Чир джаз Они будут Так как мы его не выставляем У нас никто пока Этого не делает Через год он будет Через год он будет У нас есть замечательный тренер Моя бывшая воспитанница Катенька Аверина Я очень думаю Что она займется этим делом Я очень хочу Потому что это вот Ее просто направление Может быть Да Замечательно Ульяна С тобой понятно Едешь на Олимпиаду С коллективом Ну соответственно Это перспектива Скольких лет Ну вот сейчас На данный момент То что в графике Стоит С 2024 года Как бы Ну Продавливают То что американцы Что с 2024 года В смешанный Чирлидинг Ну все понятно Вот Жир время Для тебя 2024 год Отметь у себя В ежегоднике Мы тоже отметим Женя У тебя Какие цели У меня Я тоже хочу попасть На Олимпиаду И Получить там первое место Прямо сразу первое Что ждать То Да Ну и что Американцы Самое сильное Да Ну это пока Подождите Ну что Мы еще не доросли Да Мы еще не доросли Мы еще все возьмем Своё Надо же как-то Их свергать Когда-то в хоккей Свергли И все хорошо Пошло потом Насколько долг век Спортсмены в Чирлидинге Насколько Насколько Олимпиад Девчонки смогут съездить Ну вот я и говорю Что как бы там В Чирлидинге Нет Вот например Симона Как ее там Рай Спортивная гимнастка Она в спортивной гимнастике Все уже Ну как бы Она вышла в тираж Получается по возрасту Она сейчас выступает В Чирлидинге Потому что там Нет Возрастных ограничений Нет вообще Как здорово Наверное Один из самых таких Преспективных видов спорта Потому что можно Каждый год Ну каждые 4 года Получается пытаться И пытаться Там нет возрастных ограничений Как говорится Если долго мучиться Что-нибудь получится Да Вот на это будем рассчитывать Но мы же с вами Сразу победим Давайте еще вот о чем поговорим Олимпиады Это хорошо Но к ней нужно готовиться Насколько я понимаю Вот эти все направления Которые Елена перечислила Они все у вас есть Ну кроме джаза Который будет в следующем году Вы этим всем занимаетесь Как параллельно Или как это все сочетается Как вы все успеваете Вообще Я не понимаю Девчонки Я начинаю Жень Давай с тебя В этот раз с тебя Ну у нас в неделю тренировки И я думаю Все успеваем А сколько раз у вас Неделя тренировки Что там получается Один день выходной у них Да Шесть раз в неделю Мы работаем Один день Чирлидинг Другой день Перформанс Потом чирлидинг Потом перфонанс Потом чирлидинг Перфонанс Четыре Чирлидинг Перфонанс И так далее Так что сбалансировано А что вы делаете На тренировках Мы сначала У нас идет растяжка Разогрев Потом мы Переходим Если у нас Не доделано Там например На скором соревновании А у нас Не доделано танцы Мы повторяем танцы Расстановку Если у нас Она не сделана Расстановка Что такое Сразу Ну Это у нас Значит Какую девочку На какое место Как бы Рисунок Сам делаем Чтобы композиция Была гармоничная Да Если у нас Еще не скоро Соревнования То мы Прыгаем на дорожке Или там например Растяжка у нас идет То есть такая Технически подготовительная часть Чтобы тело подготовить Да Все указали ОФП Да ОФП ОфП И вообще физическая фотография ФОТ А сколько длятся Такие тренировки Потому что очень много Всего учителей Наговорила Час Нет Какой час У нас тренировка Два часа А суббота Воскресенье Вы занимаетесь По три часа Вот так вот А ты не знала Счастливые часы Они обычно говорят А что уже все А можно еще У юниоров остаться Я говорю Домой Как здорово А мы с Ульянкой Всегда остаемся Когда я разрешу Подблизительным контролем Елены Да Ну к сожалению На этом мы наверное Уже попрощаемся К сожалению Во-первых Я вам желаю удачи На соревнованиях В начале февраля Знаю что важно Так что выступайте Прекрасно Пусть у вас все Сложится замечательно На первенстве Тоже давайте побеждайте Потому что план У нас с вами На олимпиаду Поехать И потом обязательно Давайте запланируем Что вы к нам придете И расскажете Как у вас все прошло Это ведь уже не первые соревнования У вас будут Нет Нет Какое там Конечно не первые Двадцатые За два года Да Но первенство Уже не первые Да Нет Не первые Не первые Который раз Второй Получается Два года занятий Третий Нет Второй Третий Третий То есть два года Еще где занимаются И третье первенство Да По России Ничего себе Очень круто Молодцы По России Первый у нас будет По Кировской области Третий По России в том году У нас команда В принципе Сильнее была Чем в этом году Потому что Многие ушли в юниор И возрастные У них перешли Перескочили уже Но мы не смогли съездить Потому что Все банально просто Грипп И полкоманды Заболело А там Вот столько Должно быть И не меньше Ясно Тогда не болейте Здоровья вам Крепчайте Развивайтесь Побеждайте И вам спасибо большое Что воспитываете Таких девчонок классных Да побед вам Всевозможных Вот и пусть Все слушается хорошо Успех Всего доброго До свидания До свидания